Следующий вариант на выбор. Я выкладываю видосики на Vimeo и вы платите за просмотр видоса как в кино, за попкорн, как на Amazon Prime или как на Netflix. Дешево, надежно и практично. Вам хорошо и мне не обидно. А с вашим вшивым YouTube мне денег не заработать. И если помните, что я в начале видео говорил, то выходит, чтобы вернуть 10 тысяч евро за счет YouTube, то надо накормить 15 миллионов с одного видео. Вот как вы думаете, что лучше иметь, 15 миллионов евро или 15 миллионов халявщиков? Посмотрите своих топовых мотоблогеров. Есть там у кого 15 миллионов на одном видео. Темы о спортбайках весьма специализированы. Зрителей заинтересованных очень мало. Поэтому любая инфа стоит дорого. Очень дорого. Ну а чтобы жить на зарплату с YouTube, надо видосики пилить на English. Тогда и охват ширше, и просмотров больше. Но косяк весь в том, что помимо вас есть еще и конкуренты, такие же ловители удачи, которые на YouTube уже давно, можно сказать с самого начала YouTube. Меня, например, сильно удивил тот факт, что после того, как разбился Диабло, за месяц после гибели счетчик на его YouTube в аккаунте вырос. И на 64 тысячи душ стало больше. Эти 64 тысячи – это некрофилы или откуда такое живое рвение к трупам? Ценить его надо было, пока он жил, а не когда все закончилось. Новых видосов вам там уже никто не выложит. Итак, если посмотреть, то фактически он рисковал ради ваших симпатий. И загнулся не за грош. Как и мотоблогеры до него, так и сколько еще будет после него. Вообще, у меня сложилось мнение, что русскоговорящие зрители – самые вредные, самые завистливые и самые неблагодарные. Зимой тонну воздуха зажопят. Причина гибели, в принципе, понятна и проста, как апельсин. Диабло не был подготовлен к экстренным ситуациям, не тренировался, не практиковался, у инструкторов не обучался. Манера и его стиль езды говорили об этом сами за себя. Вместо того, чтобы покупать Мерседес, лучше бы деньги потратил на свое обучение. Экип с аэрбэком или на мотоцикл с АБС. И вообще, все, кто гибнут – это всего лишь ошибка двух составляющих. Для тех, кто сомневается, приведу простой пример. Че-то не слышно, чтоб инструкторы мотошкол гибли на дороге пачками. Потом я заметил следующую тенденцию. За последнее время я выкатил такие высокотехнологичные видосы о новых спортбайках, о которых нет инфы в русском и нете совсем. Или как там было в одном из комментов? Видосы с энциклопедическими знаниями просмотров не набрали и лайков не получили. У меня к вам вопрос. Вам мотоциклы Хонда и Дукатти не понравились? Вам не понравилось, как сделан видос? Вам не понравилось, как все рассказано и показано? Вам не хватило голых баб в видосе? В общем, я понял так, что видосы о спортбайках можно больше не делать. Это как бы не интересно совсем. Ну а если вы вдруг передумаете, то прожимайте лайки под видосом, делайте репосты, пишите комменты и добавляйтесь в абоненты. И в будущем видос о спортбайке, который набирает 2000 лайков, идет на продолжение. Хотите больше видосов о Хонде? Жмите лайки под видосами о Хонде. Тут как бы все просто. Теперь касаемо Вимео. Эта платформа платная для авторов и платная для зрителей. Но зато без рекламы, без лайков, комментов и всего прочего, чего вы так не любите. Но туда можно пихать музыку, за это не наказывают. И Вимео это платформа для тех, у кого нет лайков, но есть свои принципы. Чуваки, которые из принципа не подписываются на видеопортал спортбайкера и не активируют колокол, эти ваши принципы я акцептирую. И очень по максимуму респектирую. И поэтому все капризные принцы смотрят дружно видосы на Вимео. Ну а что делать, если вы ну никак не хотите смотреть бесплатные видео? Значит будете смотреть индивидуально платные. У меня вообще с этим проблем нету. Любой каприз за ваши деньги. Что еще я вам могу предложить? Ну допустим вы присылаете донат просто так по своей доброте душевной. Чуваки, которые присылают донаты, а вас я не забыл. О нет. Для вас будут активированы VIP промокоды и видосы будете смотреть на Вимео по скидке. Скидки трех уровней, сколько вы задонатите, столько и скидки. И я вам отгружаю промокод на сумму вашего доната. И смотрите видосы, какие хотите или какие вам нужны на Вимео. Плюс, например, вы получаете доступ к моему ватсапу или еще какие-то фишки в зависимости от суммы доната или регулярной подписки на аккаунт Вимео. Ну и тот, кто донатит, тот и решает каким видосом быть в приоритете, а каким не быть. То есть видосы идут под заказ. Возникнут вопросы? Бомбите комментами под этим видео. Какие есть еще для вас варианты на выбор? Представьте, что я делаю видос, выкладываю его на YouTube и ставлю на таймер как премьеру, чтобы вы видели, ага, видос ждет своих зрителей. Ну так вот, под этой премьерой вы прожимаете 2 миллиона лайков и видос открывается для просмотра на весь YouTube. Тут вообще все будут довольны. Сколько вам там лет потребуется насобирать 2 миллиона лайков? Года 3 думаю хватит. А не понравится видос, заберете свои лайки обратно. Ну а пока будете собирать лайки. На Vimeo видос будет ждать зрителей без лайков, комментов, репостов. В общем, нету лайков, нету байков. Что же будет еще бесплатно на видеопортале Спортбайкера на YouTube? Ну так я вам спойлер трейлерные видосы буду выкладывать. Без комментариев, как это делают киношники Голливуда. Видеоматериал это у меня накопилась огора. Информировать, так сказать, что видеопортал Спортбайкера еще от такой сладкой жизни не загнулся. Вы хотите такую сладкую жизнь? Зачем еще может быть нужен YouTube? Ну да... Для прямых трансляций, например, общение с подписчиками, ответы на вопросы или в виде горячих новостей, типа акции, скидки на платформу Vimeo, совместные встречи на мототреке, новогодние лотереи, выигрышные конкурсы, купоны на мототовары или что-то еще. В виде розыгрыша новой Хонды Fireblade или Kawasaki H2R, кстати, о бесплатных промокодах для аккаунта видеопортала Спортбайкера Спитраптер 2013 на Vimeo. Эти плюшки будут раздаваться, например, на YouTube только среди тех, кто активировал колокольчик и в очень ограниченном количестве. В общем, кто успел, того и тапки. И да, счетчик активных подписчиков на YouTube, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, Фейсбуке, Яндексе, Патреоне, Донате или в Инстаграме теперь влияет на скидки в аккаунте видеопортала Спортбайкера Спитраптер 2013 на Vimeo. То есть, вам не надо быть подписанным на все соцсети, достаточно одного аккаунта, удобного и комфортного для вас. Сумма затраченных ресурсов будет делиться на количество зрителей, отсюда выходит средняя арифметическая скидка на видос. И чем вас больше на аккаунте, тем выше скидка и тем ниже цена за одно видео. Но это сейчас 100% половина не услышала. Есть кто дома? Думай, Макфлайд, думай! Помимо этого, я уже неоднократно говорил, но вы опять не услышали, что в разделе прямых трансляций собраны все возможные видосы, которых вы можете в недалеком будущем посмотреть, если насобираете 2 миллиона лайков под видео. Те видосы и будут в приоритете. И от того, что вы лайки напрожимаете, я от этого навару не имею. Лайки нужны исключительно зрителям, ютубу и подписчикам. Вы наверняка думали, что мне нужны какие-то кнопки ютуба или там застолбить миллион другой подписчиков. Но вы очень сильно ошибаетесь, если вы так думаете. Если б мне нужна была известность и популярность, то я б, наверное, давно показал вам свою рожу. Продавал бы какой-нибудь мерч, наклейки, раздавал бы автографы налево и направо. Но у меня нет звездной болезни. Наверное, в этом и вся моя беда. Это вот так сказать все варианты на выбор, на суд зрителей. Что для вас приемлемо или как бы вы поступили на моем месте? Хотите вы смотреть бесплатные с рекламой или хотите смотреть платные видео без рекламы? Или делать видео задоноты? Можете оставить коммент по этому поводу? Продолжение следует... Продолжение следует...